Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана. С обзором главных событий вас познакомлю я, Аркин Олымбеков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МВД раскрыло громкое преступление. К убийствам бывшего руководителя администрации президента Медето Сыдеркулова, директора Института стратегических исследований Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова оказались причастны в закопоставленные сотрудники милиции, Госкомитета национальной безопасности и пограничной службы. В настоящее время задержанные, среди которых бывший руководитель пограничной службы генерал Молдошев, активно сотрудничают со следствием. Всего арестовано 17 человек. Один из основных фигурантов уголовного дела, брат беглого президента Кыргызстана Джаныш Бакиев, по версии МВД, в течение часа до убийства общался с политиками и угрожал ему. Кроме того, в розыске находится бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью, который непосредственно исполнял убийство. Напомним, по официальной версии, 13 марта 2009 года в пригороде Бишкека произошло ДТП, в котором погибли Сидеркулов, Слепченко и Сулайманов. Виновником аварии был признан безработный житель Оржской области, которого после приговора суда нашли убитым. Прежняя власть официально объявила, что эта трагедия никак не была связана с политической жизнью Сидеркулова, который ушел в оппозицию за несколько месяцев до трагедии. В настоящее время МВД проводит допрос всех задержанных. В ближайшее время силовики огласят имена и фамилии, причастных к убийству чиновника. Вот он, наш сотрудник Абдразаков Айбек. Мы сегодня же ориентировку отправили, будем искать и задерживать ее, и будем привлекать к ответственности. То, что в тюрьмах Кыргызстана применяются пытки, факт общеизвестный, но пока никто из сотрудников силовых структур не понес наказание за подобные действия. А значит, и права заключенных никто не нарушает. В ситуации лично разбиралась президент Кыргызстана Роза Тумбаева. Громкие заявления руководителей силовых структур о проводимых реформах не соответствуют действительности. Так считают члены Общественного наблюдательного совета при Госкомитете национальной безопасности и Министерстве внутренних дел. Известная в стране правозащитница Азиза Абдрасулова на заседании совета при участии президента Кыргызстана Розы Тумбаевой привела факты, когда сотрудники милиции превышали должностные полномочия и наносили телесные повреждения задержанным. Сегодня судебно-медицинская экспертиза показывает, что чтобы получить те ранения, те ущербы, этот физик должен был 6 раз падать с крыши. И головой, и ногой, и лицом, и спиной, и боком, и с этим боком. 6 раз должен был падать. У него не остались ни одной ребра, которые не были переломки. Присутствующие на заседании сотрудники милиции и чекисты внимательно слушали, но выступить или внести ясность по данным преступлениям не решились. Президент поручила разобраться во всех делах, связанных с применением пыток в отношении задержанных. Дело Физиева, Халмурзаева, Безрукова. Я думаю, что нам надо сделать просто вот такой жесткий контроль по всем этим вопросам. Мы должны взять это, значит, как, почему, довести всех, кто в этом виноват, довести до наказания, адекватного в мире преступления. Члены общественного наблюдательного совета внесли ряд предложений, среди которых создать независимую судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, от неправительственных организаций поступило предложение усилить ответственность сотрудников милиции за применение пыток. Двухчасовой диалог гражданского сектора и властей в который раз закончился тем, что все предложения и жалобы были записаны. Если после этого пыток станет меньше, то общественный совет может смело заявлять о том, что он в авторитете. Но в случае, если пытки так и будут продолжаться, то возникнет вполне резонный вопрос. Зачем вообще нужны общественные наблюдательные советы? Ринат Шамсудинов, Айбек Кулчуманов, Андрей Щелоков, Бишкек, Кыргызстан. Жизни малышей под угрозой. В кардиоцентре Кыргызстана детям не делают операции на сердце. Вместо того, чтобы помогать больным, доктора разбираются, кто довел клинику практически до упадка. Кыргызский кардиоцентр, по всей видимости, достиг апогея своего позора. А вот уже несколько дней здесь не проводят операции на сердце из-за противостояния врачей с руководством клиники. Вот отделение врожденных пороков сердца. Пациенты маленькие детки. Их родители в шоке от поведения врачей. Вот Шабралиев отказался от операции, потому что они хотят, чтобы здесь директор работал. В чем причина, не можем понять. А детям же надо операцию делать. Кардиохирург Самудин Шабралиев пытается объяснить, почему он и его несколько коллег отказываются проводить операции. Главная причина, говорит он, это директор центра Калдарбек Абдраманов. Так, по словам бастующих хирургов, в кардиоцентре он устроил настоящий семейный клан. Дочь, сын, зять без достаточного опыта и навыка вдруг стали высокооплачиваемыми специалистами клиники. А сложный процесс подготовки и лечения вечно упирается в нехватку необходимого оборудования, о наличии которого он, как директор, вроде бы должен позаботиться. Это уже официальная экспертиза твердила, что из 5 миллионов, 2 миллиона истрачено в пустую. Куплено очень по дорогой цене и куплено ненужные оборудования. А вот качественные кардиостимуляторы почему-то в клинике часто отсутствуют. К примеру, из-за того, что не оказалось нужного по размеру этого аппарата принудительной аритмии, жизни чуть не лишился трехлетний пациент Максим Хандогин. Ему хирурги имплантировали стимулятор, который предназначался для взрослых. Спасать мальчика пришлось в другой клинике, в России. У директора Калдарбека Абдраманова, впрочем, всему происходящему есть объяснение. Оно сводится примерно к одной фразе. Нищая страна, нищая клиника. А в случае с мальчиком Максимом, говорит он, просто не повезло. Все дело в том, что вот в этих относительно больших стимуляторах есть параметры, да, их можно менять. Эти параметры можно менять с помощью наружного программатора. И можно перепрограммировать на маленькое сердечко, чтобы маленькое сердечко работало. Ну, конечно, объем, объем он большой, относительно большой. Но, видимо, у Слава Несенбековича была безвосадная ситуация. А эту безвыходную ситуацию, по словам Шабралиева, создал сам директор, подставив ему не тот кардиостимулятор. Чтобы хирурга потом возненавидели родственники пациента, подняли шум и был бы повод уволить врача. Кстати, сейчас в стационаре кардиоцентра лежат около 15 детишек. Все их мамы при этом хотят, чтобы операцию на сердца их детей делал именно Шабралиев. А теперь они впадают в отчаяние. Из-за амбиции и той, и этой стороны конфликта в итоге могут пострадать дети, жизнь которых под угрозой. Манас Ачгитов, Бакыт Кушалиев, Бишкек, Кыргызстан. В Бишкеке открылась совместная фотовыставка Кыргызского национального информационного агентства Кабара и китайского Синхуа. На экспозиции Китай и Кыргызстан представлено более 50 фотографий. Автором почти трех десятков снимков является специальный фотокорреспондент Синхуа Шадати. Выставка приурочена к 20-летию независимости Кыргызской республики. Агентства давно сотрудничают в области освещения экономических, культурных и спортивных мероприятий, поэтому было решено провести совместную экспозицию. Около 20 снимков, в основном об Олимпийских играх, проводившихся в 2008 году, представлено китайской стороной. Честно говоря, я постоянно считаю, что Кыргызстан красивее, красивая страна. Особенно у вас сейчас природа, это уникально, уникально. Я очень люблю, но сейчас, после, как я смотрю, фотовыставку еще полюбил вашу страну. Таковы самые важные события Кыргызстана. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова